Друзья, большой привет всем! Сегодня у нас наконец-то новый выпуск относительно поиска автомобиля. Мы долго-долго ничего не записывали, потом засняли в машине не очень внятную хрень. Извините большое, вот вам извините, потому что мы записывали без микрофона на GoPro, потому что вот забыли один маленький кусочек материала и хотели его дописать. А теперь, наконец-то, то, что вот многие сейчас спрашивают в комментариях относительно того, что же было куплено после Туарега. Друзья, я обещал заснять процесс поиска автомобиля, обещал, что буду ездить, смотреть машины, показывать, как вот выбирать, но произошел один нюанс. Итак, я с зимы искал на самом деле машину и с зимы пытался продать Туарег. И еще зимой я увидел в интернете объявление, которое сразу привлекло мое внимание. Позже эта машина ушла с Автору, ее не было. Ну, причины были в том, что хозяин машины вдруг у него опять пошел какой-то доход, или, как он мне это объяснил, что он вдруг передумал ее продавать, он ее снял объявление, вот, и она пропала, я думал, ее продали, я очень расстроился, вот. А потом, когда я начал все-таки искать машину после фактической продажи Туарега, я опять увидел это объявление. И, в общем-то, оно сломало мне весь процесс поисков, потому что ни о чем другом, кроме этой машины, я уже думать не мог. Я действительно съездил, посмотрел одну машину, вот, до того, как поехать купить машину моей мечты, вот, но не заснял это на видео, потому что, в общем-то, машина не стоила того. Я потратил буквально две минуты на то, чтобы ее посмотреть, и она мне не понравилась, и, соответственно, я просто не стал вообще, в принципе, ничего про нее снимать, потому что, ну, не о чем было рассказывать, плюс хозяин был не очень за, чтобы я снимал ее. Так вот, поэтому процесс поисков получился до смешного коротким, и получилась буквально следующая история. Вообще, машина снова появилась в интернете, снова появилась на Автору. Я открыл это объявление и осознал, что я хочу именно ее. Вот, машина была в Питере, вот, и поскольку я, как бы, нахожусь в Москве, и мы вообще, в принципе, работаем в Москве, несмотря на то, что многие комментируют, задают вопросы, я уже об этом говорил, мы находимся именно в Москве. А вечером в пятницу было принято решение срочно ехать в Питер. Я созвонился с хозяином, мне очень понравилось его общение. В принципе, общение с хозяином автомобиля – это очень немаловажный фактор, поскольку, когда вы разговариваете с хозяином, вы, в принципе, можете понять, насколько он, как бы, адекватен, вменяем, и насколько вам приятно было бы именно у него, и после него купить эту машину. Разговор с хозяином принес мне массу удовлетворения. Я понял, о каком автомобиле мы с ним общаемся. И в пятницу вечера мы с моей женой рванули на мотоцикле в Питер, прямо вечером. Вот, это было эпичное путешествие. Больше я никогда-никогда не собираюсь никуда ехать на мотоцикле на дальняк. Мне это очень не понравилось. Да простят меня все люди, которые на мотоциклах путешествуют. Это ужасно. Это ужасно, потому что мы выезжали из Москвы, температура была плюс 30. Вот, где-то ближе к Твери температура стала примерно плюс 15. И дальше падала, и падала, и падала. Потом ближе к Питеру начался дождь. Вот, у нас на двоих, помимо того, чего сейчас на мне одето, было, соответственно, две мотокуртки. А, соответственно, у нас было два, да, две подложки, утепляющие под куртки. И один на двоих плащик. Вот, и было очень холодно, очень. Где-то под вышним волочком у меня вот так вот тряслись руки, стучали зубы. Это было ужасно. По итогу мы приехали в Питер. Я увидел машину. Ужасно торговался с хозяином. Поменял в ней масло, свечки и все то, чтобы она доехала до Москвы. Кинул в багажник мотоцикл, и мы поехали. И теперь вот она, встречайте, машина моей мечты. Г gem moi. Let's do it. You already know how I'm comin', man. Nick real, Nico. On shorty Рad with the ratchet, let the fuck nigga have it out. Run up on his ass with the 40. It's a day, i'll give it up, mother fucker. And I put that shit on shorty. Flection in the four wheel. Продолжение следует... Продолжение следует... Естественно, машина была подуставшей, и мне пришлось сходу вложить в нее количество денег, дабы она стабильно ездила и не было каких-то проблем. Почему машина мечты? Потому что у всех этих Dodge очень печальный салон. Он очень из дешевого пластика выполнен. Но не только у Dodge, на самом деле у F-150 и у Tundra, в общем-то, не сильно лучше, честно вам скажу. Все это достаточно утилитарно и сделано на босяцком таком вот уровне, исключительно для американских колхозников, которые перевозят в кузове орду мексиканцев. Спереди сидит большой белый господин, а сзади мексиканцы с виллами в кузове. То есть сделано все исключительно утилитарно. В этой машине в Америке же был выполнен некий тюнинг по салону, плюс была присобачена вот эта будка, которая, в общем-то, мне достаточно нравится, потому что она так выполнена в стиле то ли Honda Ridgeline, то ли Cadillac Escalade, не совсем ясно. Вот, но, в общем-то, очень даже смотрится, на мой взгляд, неплохо. Она добавляет в силуэту машины некую законченность, то есть она не выглядит таким головастиком, а больше как-то похожа на что-то более удобоваримое. В общем-то, и все. То есть реально я купил эту машину в основном из-за ее салона. То есть салон перешит, он сделан красивым и в нем приятно находиться. Поскольку эта машина, в общем-то, выполнена для того, чтобы перевозить всяких свиней и прочий скот в кузове, и, конечно же, достаточно маргинальных личностей, типа меня на переднем сидении, вот, в основном эти машины используются не по назначению и исключительно служат для показания некого невнятного статуса. По секрету вам скажу, рессорная задняя подвеска и торсионы спереди, вкупе с очень легкой задницей, делают машину очень жесткой, тряской и некомфортной. В частности, на этот автомобиль впоследствии будут установлены пневмоэлементы, которые будут компенсировать этот недостаток. А на большинстве автомобилей люди ездят даже не груженными, в отличие от меня, хотя я вот машину использую по полной программе, вот, и гружу в нее до тонны, но другие люди, они ездят на пустом автомобиле исключительно, и для меня это не ясно. Такая машина реально в городе не нужна никому. 6 метров в длину, которую припарковать нигде невозможно, безумно прожорливый мотор, который трескает вот в моей эксплуатации что-то около 18 литров 92-го, не добавляет ей практичности. А статусность у этого автомобиля достаточно спорная. Тот же Lexus, в общем-то, на мой взгляд, более отражает статус его владельца, чем такой автомобиль. Хотя, бесспорно, притягивает взгляды. Салон здесь перешит кожу из амшу полностью, даже включая дверные панели, соответственно, вот здесь вот все аккуратненько, строчечками собрано. В общем-то, я не видел, чтобы в России так делали. В основном это чисто американская тема, делать настолько аккуратно. Вот, потому что, например, руль перешивался уже в Питере, и это достаточно ярко и бросается в глаза, что он отличается от общего состояния салона. Да, я знаю, салон сутенерский, конечно, да, красный, с бежевым, это ужасно, но это всяко намного лучше, чем стоковый салон Даджа. Это просто реально небо и земля, потому что машина намного тише, здесь сделана шумоизоляция, сделана какая-никакая музыка, с усилителем, со всеми пирогами. Ну, я не могу там сказать, чтобы это прямо волшебно звучало, но намного лучше, чем стоковый Infiniti, который отставится на этих машинах. Данный автомобиль предельно прост. Здесь электронных и прочих помощников практически никаких нет. Здесь, естественно, есть классический американский гидроусилитель, который очень легок на парковке, и совершенно нет никакой обратной связи при движении. Он, естественно, не делает руль жестче, как на немцах. Вот, здесь нет никакого климат-контроля, здесь тупо стоит кондиционер, вот, но есть определенные, конечно, преимущества более свежего года над старыми, совсем древними такими машинами, что вот здесь хотя бы стоят резисторы, и, соответственно, включение вентилятора, равно как включение печки, достаточно легко переключается, благо, что оно электронное. Вот, кондиционер примитивный, простой, механический, все переключается, температура выставляется руками. Никаких электронных помощников, кроме АБС, у этой машины нет, и это не очень удобно, потому что машина большую часть времени заднеприводная, а, соответственно, передний мост подключается при помощи вот такого супер-мега-рычага, который большинство народу доблестно путает с рычагом переключения передач, хотя это не так. Это исключительно рычаг, отвечающий за включение переднего моста, то есть у нее есть режимы, 2H, это два колеса ведущих, повышенное, 4 повышенное, нейтраль и 4 пониженное. Кстати, многие не знают, для чего на этой машине нужна нейтраль в раздатке. Отвечу вам, это офигенно удобная вещь. Нейтраль в раздатке нужна для того, чтобы буксировать машину с автоматом на любые расстояния. Фактически, это равносильно тому, что мы выдергиваем привода из коробки передач, и коробка передач у нас не вращается. А вот рычаг селектора находится на этой машине под рулем, как на 21-й Волге или, соответственно, на всех классических американцах. По первости, конечно, это страшно неудобно, и пытаешься схватиться за селектор, находящийся в полу, но со временем привыкаешь к этому очень сильно, и даже на машинах, когда садишься на другой автомобиль, ты пытаешься включать передачу при помощи рычага включения дворников, и это ставит всех в неловкую ситуацию. Машина, кстати, шестиместная, здесь полноценно сидит еще один человек. Соответственно, по поводу этого селектора, здесь вот на свежих годах, после 2002-го, пошли пятиступенчатые автоматы, переделанные из старых четырехступенчатых, которые, насколько я знаю, зверски надежны и могут испытывать достаточно весомые нагрузки от этого огромного мотора. На торце селектора находится кнопочка, которая в народе была бы известна как овердрайв, которая отключает пятую передачу, но здесь эта кнопочка называется toe slash howl, что в переводе означает тянуть slash тянуть рывком. То есть кнопка предназначена для буксировки очень тяжелых прицепов и вытаскивания из грязи автомобилей. Она по факту не позволяет коробке вставать на блокировку. То есть коробка все время находится в режиме гидротрансформатора, и когда вы осуществляете рывок, то есть когда вытаскиваете машину из грязи рывком, то пробуксовка, которая неизбежно возникает внутри гидротрансформатора, не рушит вам блокировку. То есть когда вы разогнались, у вас должна бы включиться блокировка, но она не включается, соответственно, рывок без последствий проходит до коробки, и весь крутящий момент берет на себя гидротрансформатор. То есть чисто гидравлически все это происходит. В серединке у нас шикарнейшая подставка для Coca-Cola, которая вся изгажена той самой Coca-Cola, и, видимо, еще в Америке, а может быть уже и здесь. И, в общем-то, все. В этой машине реально больше ничего нет. Она предельно простая, кроме электростеклоподъемников, никакой электрики в ней нет, а значит, ломаться нечему. И, в общем-то, это основной концепт покупки сильно бэушного автомобиля. Чем меньше электроники, тем меньше будет ломаться. Это абсолютно грузовой автомобиль. Ни о каком комфорте в езде здесь речи идти не может. Машина сделана с огромным запасом для перевозки серьезных грузов. Официальная грузоподъемность машины для нашей страны, ну и как бы по базе, то, что это RAM 1500, именно они 2500 и не 3500, ну, что в переводе означает 1500 фунтов, что на нашей единице что-то около 700 килограммов. Официальная же грузоподъемность машины составляет порядка 850 килограммов, ну, а по факту лично я загрузил в нее уже больше тонны. И, в общем-то, никаких неудобств машина не испытала. Также это, в общем-то, серьезный буксировщик, который может возить в крупные катера, яхты, даже морские. Вот, то есть, тяговые усилия у него официально до 5 тонн. Вот, поэтому все сделано с большим запасом. Сзади стоит неразрезной мост огромный. Проблемы с ними, в общем-то, в основном связаны с задним редуктором, который исполнен с блокировкой. Вот, блокировка там стоит непринудительная, с кнопки, или с пневматической трассы. А здесь стоит блокировка LSD, что в переводе означает Limited Sleep Differential. Вот, то есть, стоит преднатяг определенный. Вот я сейчас вращаю колеса, да, и в случае открытого дифференциала, вот, вращаться у нас колеса будут в разные стороны. Здесь же я вращаю за левое колесо, и вращаются оба колеса вперед. Говорит это о том, что здесь стоит блокировка, то есть, предварительный натяг, дифференциал повышенного трения по-русски, который дает вот эти возможности. Сделано это в основном, как бы, сугубо практических соображений, потому что подобные автомобили имеют достаточно легкую корму, и если блокировки не будет, то машина будет постоянно буксовать одним из колес. Для того, чтобы иметь гарантированный старт с места на практически всех дорожных условиях, сделана вот эта вещь. Помимо прочего, да, то есть, вот на заднеприводных модификациях этого автомобиля, больше, кроме этой блокировки, в машине ничего, никаких спецприспособлений для ферсирования бездорожья или буксировки грузов нет. Ну, кроме, конечно, пониженной передачи, которая идет в базе на абсолютно всех комплектациях рамы. Причем, в данной машине понижайка, ну и вообще все функции раздатки идут с рычага. На более поздних модификациях они сделаны электронными, сделана небольшая электрическая крутилка, которая включает полный понижайку и так далее. Здесь же передний мост подключается жестко, дифференциала нет, то есть, подключение переднего моста происходит блокированием. Соответственно, больших скоростей при таких условиях не добиться, в силу того, что поворачиваемость у машины резко ухудшается, вот, но зато резко повышается проходимость. То есть, у машины реально во всех условиях гребет три колеса. Да, в лучших вариантах, конечно, гребут четыре, но в большинстве случаев при пробуксовке будет работать именно три колеса, два задних и одно из передних, на которые будет, соответственно, меньшая нагрузка. Вот. АБС в машине есть, но ЕСП, как таковое, здесь нету. Поэтому имитации блокировок нет, все просто, брутально, спокойно. По поводу задней подвески сказать могу только одно. Но на пустой машине ездить невозможно. Из-за того, что здесь стоят довольно-таки серьезные рессоры, здесь три листа, вот, очень тяжело на ней ездить. Машина спрыгивает с траектории на больших скоростях, если есть какая-то мелкая неровность по дороге. Вот. Она плохо держит колею, ездить на ней некомфортно. В перспективе планирую поставить вот сюда пневмоподушечки. Вот. В Питере есть фирма. Если у нас все срастется, я у них закажу две пневмоподушки. Без управления, просто тупо они будут вот накачиваться, и спускаться при помощи обычного ниппеля, обычного насоса. Вот. В принципе, они достаточно долго держат давление, и я не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Ну, по крайней мере, я так надеюсь. Передняя подвеска на этой машине торсионная. Соответственно, вот он, передний мост, он здесь разрезной. Вот. Стоит редуктор. Вот. И полуоси выполнены как бы не целиковые, но со шрусами. То есть, привода со шрусами. Привод на передний мост идет через кардан. Значит, передняя подвеска выполнена торсионной. Собственно, что это означает, что упругими элементами в передней подвеске являются не пружины, не рессоры, а вот такие вот две, как бы, палочки. Это, собственно, торсион. Технология применяется на военной технике торсионная. То есть, все танки и большинство БТРов имеют именно торсионную подвеску, потому что она экономит место. Торсион, он, собственно, от слова торшин, то есть, вращение. То есть, это свернутая под напряжением металлическая закаленная хрень. Да, по сути, это лом, который вот так вот завернули боком, и за счет этого натяга он держит, собственно, переднюю подвеску. Вот. А пружин здесь, как таковых, нет. Стоят обычные газомасляные амортизаторы, которые компенсируют. Это, опять же, подвеска крайне некомфортная для гражданской эксплуатации. Очень жесткая. То есть, торсионы эти для того, чтобы, как бы, машина не спрыгивала с траектории, держала вообще дорогу. Здесь вот дополнительно поставили... Спереди стоит... Здесь сейчас не видно с этой стороны. Но достаточно массивный стабилизатор поперечной устойчивости, которого, например, сзади нет. Сзади на этой машине нету даже тяги Panara. То есть, она, как бы, задняя подвеска немножечко гуляет вправо-влево в поворотах. Вот. И, по большому счету, на форумах пишут, там, как с этим бороться. Я, наверное, буду что-то с этим делать, потому что задний мозг немножко живет своей жизнью. Это не есть очень хорошо. Вот. А к чему это все? К тому, что эксплуатация данного автомобиля на каждый день в городе для большинства людей – это абсурд. И то, что вот эта машина, которую я купил, вообще, в принципе, ни разу не возила никаких серьезных весомых грузов и не буксировала каких-то серьезных вещей, это для меня большое удивление, потому что ради статуса покупать такую машину, на мой взгляд, абсолютно нелепая история. Кардан, конечно, на этом автомобиле внушает. Для сравнения, вот моя рука. И рядышком вот у нас выхлопная система. Тоже размерчики тут уважительные такие, да? Ну, что, это все сделано. Как бы он действительно, естественно, внутри полый, но за счет того, что он большой по диаметру, он может передавать намного больше крутящий момент. И ту лавину крутящего момента, которую выдает этот безумный двигатель, который стоит под капотом, он переваривает без особых проблем. А вот задний редуктор, бывает, не выдерживает. На этой машине его уже ремонтировали, стоят новые детали оригинальные, мапаровские. Ну, это, правда, по словам предыдущего владельца, который отдал за ремонт заднего дифференциала что-то около 200 тысяч рублей, что, на мой взгляд, реальный перебор. Но не суть важная. Я вижу, что его действительно делали. Состояние масла в нем вменяемое. Работает он корректно. Будем надеяться, что он будет ездить долго. Вот. Собственно, снизу тут больше рассказать нечего. Машина рамная. Рама у нее очень жесткая, в отличие от той же Toyota Tundra. Есть версия, я не буду утверждать, но человек, который работает с Tundra, рассказывал мне о том, что рама у Tundra сильно мягче рамовской. И проблема в ней в том, что она часто ломается прямо за кабиной. То есть вот у нее стык. Вот здесь его хорошо видно, да, что у рамы, что у Tundra. Вот заканчивается кабина, начинается кузов. Там идет прикрепление ресора в этом месте. Вот. И рама имеет определенный изгиб. И именно в этом месте рама у Tundra почему-то лопается. То есть есть такая проблема, она достаточно распространена. И мне сказали, что вот стоит обратить внимание именно на американские автомобили чисто, то есть Ford F-150 или Dodge Ram. Сейчас за моей спиной находится совершенно чумовая вещь. нижневальная 16-свечное чудо техники американской на 350 без малого лошадей. И 500 с чем-то там ньютон-метров момента. Собственно, в жерле вот этого вот безобразия, у которого здесь можно жить еще, да, то есть вот здесь вот места столько, что там можно еще двух человек положить сверху, и капот все равно закроется. Радиаторы вынесены вперед. Ремонтопригодность феноменальная. Все примитивно просто. Так вот, здесь вот маленький домик, прямо под капотом. Вот. Здесь можно разводить кроликов, крыс, мышей, кого угодно. Здесь все поместятся. Здесь можно даже посадить маленького таджика. Так вот, здесь можно посадить даже маленького мексиканца, который в процессе эксплуатации будет подливать всякие разные жидкости, подкручивать какие-нибудь гаечки, менять ремень, делать что-то еще. Может быть, даже доливать жидкость, если поить его пивом. Вот. А, собственно, Виталий, на меня сейчас капот рухнет, дятел, что ты делаешь-то? Здесь все стоит сверху. И это сделано с двумя целями. Во-первых, с целью ремонта пригодности, потому что и генератор, и кондиционер, и гур. Здесь все находится сверху, все в доступе, все элементарно делается. Снимается любой из агрегатов навесных, они вынесены даже перед мотором. То есть, вся навеска висит на передней крышке мотора. То есть, получается, что двигатель сам смещен для лучшей управляемости за переднюю ось, да, а вот вся навеска висит как раз перед ним. Соответственно, если снять вот этот кожух, то как раз там будет место для того маленького мексиканца, который вообще без каких-либо проблем сможет обслуживать этот двигатель прямо в процессе езды. То есть, в общем-то, и обслуживать его особо не надо, потому что нижний вал, потому что чугунный блок. Единственное нововведение у этого мотора, он уже не трамблерный, а катушечный по сравнению с предыдущим поколением моторами 5,9 и 4,7 Magnum предыдущего поколения. И еще он немножко экономит топливо. Самую малость. Жрет она, естественно, как прорва, но она действительно чуть-чуть экономит за счет того, что на трассе или на холостом ходу, насколько я это понял, она отключает 4 цилиндра. Как именно, я не вдавался, но действительно расход у нее несколько меньше, чем у сходного мотора 5,9 предыдущего поколения, который на трамблере. То есть она реально вписывается в среднем до 20 литров 92-го бензина на 100 километров. Когда мы меняли помпу на этом автомобиле, после ее покупки, соответственно, люфт в помпе составлял 4 сантиметра. Да, не миллиметра, а именно 4 сантиметра. И все равно она ехала. И если потянуть немножечко за шкив помпы было, то сразу же начинал течь антифриз. Ставишь ее на место, антифриз переставал течь. То есть выработка была чудовищная. Была родная помпа с пробегом 200 тысяч миль. То есть вот такой запас прочности у всех запчастей в этом автомобиле. Вот такая вот история. Ну и, конечно, сумасшедшая тяга у этого мотора. Как же он валит? Это просто нереально. КОНЕЦ Итак, в заключение, несмотря на брутальный внешний вид и антураж, и прочее этого автомобиля, я бы не порекомендовал его покупать никому. Потому что машина в плане эксплуатационных характеристик полное говно. Она реально шлак. На ней невозможно ездить, пока она не груженная. На ней трясет, вибрирует, в ней нет багажника, невозможно как-то укрыть груз, невозможно положить небольшую поклажу. Отвратительный автомобиль, вообще никому не нужен, никому не рекомендую. Но вот лично мне, этот машина, этот машина... О! И, братуха, это твой этот машина? Этот машин твой? Кошмар! Мрак! Что случилось? Что с тобой? Этот машина идеальный, потому что я могу накидать в багажник пару мотоциклов, сверху нагрузить еще 3-4 мотора, а лучше 5 моторов, или самый максимум я грузил в него 8 моторов. Вот, и ехать с этим за всем грузом, и, в общем-то, не обламываться ни в коем разе. А также туда можно положить целую кучу всякой ерунды, и еще сверху несколько девчонок будут сидеть сверху и размахивать руками, им всем это будет очень нравиться. Короче, по поводу полного привода и движения по бездорожью, много видео в интернете. Вот, то есть, как ведет себя машина на бездорожье, я пока не знаю, потому что не съезжал, но, в принципе, система полного привода с подключаемым передним мостом и блокировкой заднего дифференциала очень эффективна. Об этом мы сделаем отдельный репортаж, и, в принципе, я думаю, что машина будет на бездорожье себя чувствовать не хуже, чем Touareg, а может и хуже, потому что она очень длинная и здоровая, и невозможно нигде развернуться. Вот. В общем, поглядим, попробуем снять еще видео. Если кому-то будет интересно, пишите, комментируйте, ставьте что-нибудь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok